Мы с вами встречаться будем с этим составом, несколько измененным, минимум раз в неделю. Раз в неделю будут встречаться представители региональной власти, администрации районов, депутаты и дольщики. Совместного решения требует проблема долгостроев. Краснояск, Железногорск, Емельяновский район, Сосновоборск. На сегодняшнем заседании Краевой межведомственной комиссии акцент сделали на эти четыре территории. Одним необходимо обеспечить техническое сопровождение объектов, которые могут быть введены в ближайшее время. Другим необходима финансовая помощь. Чтобы разобраться с ситуацией на местах, на следующей неделе представители комиссии проведут выездное совещание в Железногорске и Сосновоборске. Есть достаточное число объектов, которые являются проблемными, которые, на наш взгляд, если не принимать активных действий, они могут привести к тому, что там тоже будут просроченные договоры и, как следствие, будут обмануты дольщики. Поэтому губернаторам принято решение активизировать работу, ужесточить наши требования и сделать все для того, чтобы в ближайшее время мы смогли обеспечить решение главной задачи. К проблемным стройкам в регионе относятся 12 домов. Одни находятся еще на так называемом этапе котлована, другие готовы почти наполовину. Но строительство приостановлено. Кроме того, в группе риска еще 14 домов. Их застройщики неоднократно переносили сроки ввода. По результатам проверки правоохранительными органами возбуждено несколько уголовных дел. Для того, чтобы избавить регион от долгостроев, готовится обновленный закон края. При необходимости проблемным стройкам помогут инфраструктурой, общедомовым хозяйством и посодействуют техническому подключению. У нас действует закон о поддержке обманутых дольщиков, но он очень серьезно привязан к уровню доходов гражданина. И там предел стоит достаточно низкий, поэтому воспользоваться этой помощью могут очень небольшое число обманутых дольщиков. Поэтому мы сейчас вот этот барьер по уровню доходности серьезно устраним. И в виде главного критерия будет выбрана ситуация, когда гражданин решает свою жилищную проблему. В первую очередь поддержку получат жилищно-строительные кооперативы, которые создали обманутые дольщики. Объединение дольщиков в инициативные группы на стадии начала строительства многоквартирных жилых домов очень приветствовалось бы, потому что тогда возможен общественный контроль за строительством дома. И своевременная реакция на приостановку строительства, либо какие-либо факты, которые будут выявлены, нарушения, которые будут выявлены в ходе строительства. Ну и своевременное, естественно, доведение информации до контролирующих органов. Более 1300 жителей края вложили свои средства в долгострои. По каждому такому объекту составят дорожную карту, в соответствии с которыми дольщики должны все-таки получить новые квартиры. Российские участники долевого строительства получат дополнительную защиту. К осени в стране заработает компенсационный фонд. Перечислять взносы в него будут сами застройщики. На эти средства планируют завершить долгострой или выплачивать деньги обманутым дольщикам. Валя Шарыпова, Всеволод Никитин, Новости.